В рамках комплекса рейдовых мероприятий «Безопасное движение», проводимых с 10 по 25 февраля, в областной госавтоинспекции состоялась рабочая встреча главного государственного инспектора региона Сергея Талатая с представителями байкерского движения города над Бугом. В каком-то смысле ее величество погода предоставило дополнительный повод для такого открытого диалога. За окном держится уверенный плюс, а потому многие байкеры поспешили в гаражи для того, чтобы открыть новый мотосезон. Однако, отвыкнув за зиму от особых нюансов вождения, некоторые часто малоопытные мотоциклисты становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. Кстати, в 2015 году их, конечно, стало существенно меньше, но это не повод расслабляться. 15 дорожно-транспортных происшествий совершили водители мототранспорта в состоянии алкогольного опьянения. Это 25% от всех совершенных нетрезвых аварий, так скажем. Это очень много. Это присуща беда мотоциклистам. Если говорить по количеству, то с участием мототранспортных средств у нас совершено 78 происшествий. Это составляет 14%. Тоже немало цифр. 14% от всех. Потому что если взять автомобили, то их зарегистрировано гораздо больше, чем мотоциклов. Но вот они травмоопасны. Вот именно эта категория. Во время диалога особенно остро стал вопрос водительской культуры байкеров. Конечно, эта проблема в первую очередь актуальна не для опытных участников мототвижения. Преданных поклонников, которые за годы увлечения вложили немалые средства в покупку специальной экипировки, шлемов и, разумеется, самих мотоциклов. Чаще всего желанием полихачить страдают новички. Несколько лет преданно собиравшие на свою первую модель, оседлав которую они часто стремятся прокатиться с ветерком, заодно превышая скорость. Вот из всех вот этих вот происшествий, о которых я говорил, ведь львиная доля – это, ну, назовем их так, любители, которые зачастую не просто в состоянии алкогольного пения, но мототранспортные средства не зарегистрированы, не застрахованы. Водители молодые, не имеют водительского удостоверения. Вот это проблема. С их участием мы сегодня попробуем и дальше продвинуться вперед и все-таки конструктивно решить вот эту проблему. Вопросы были, конечно же, и со стороны представителей байк-движения. Активно обсуждался вопрос о возможности открытия площадки, где могли бы тренироваться, обучаться правилам вождения начинающие мотоциклисты и отводить душу сами водители мотоциклов. А также принято совместное решение о проработке вопроса по открытию мотошколы. И это не единственное предложение, которое вызвало обсуждение у двух сторон диалога. Работать с населением, то есть те, которые получают права, советоваться. То есть даже как двигаться, как заострить внимание на асфальтное покрытие, допустим, на песок. Потому что для мотоцикла это важно. Если песочек, допустим, остается на асфальте, то при повороте ты можешь упасть. То есть это элементарные какие-то моменты. Можно было бы встречи со старшеклассниками, потому что будущие байкеры это все равно старшеклассники нынешние. Может быть кто-то заинтересованный это и в институтах, потому что молодые люди учатся у нас в институтах, в техникумах. В целом диалог получился насыщенным и конструктивным. Общение дало возможность обеим сторонам озвучить наболевшие вопросы и высказать предложения, которые в целом смогли бы повлиять на качество мотокультуры среди молодых водителей в областном центре.